Добрый день. Хочу с вами поделиться одной историей. Она небольшая. Ко мне несколько лет назад, если даже и больше, может быть и даже 10 больше лет назад, у меня приходила молодая женщина. У нее муж был, двое детей небольших. Она приходила на постоянной основе, ко мне приходила изучать сны. И на своих снах, которые приснились ей, мужу, детям, и вообще мы проходили именно вот эти занятия. И она рассказала мне сон, в котором муж 100% должен заболеть, был ОРВИ. И он не заболел. Она говорит, я поняла, что он вот-вот может заболеть. И я ему дала, или уже он был носителем этого вируса. Я ему дала лекарство, и он не заболел. Это лекарство я помещу, его опишу в новом канале, вот после этого видео. Вот заходите туда, подписывайтесь, называйте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И именно вот, чтобы вы могли ее нанести на тело. Я сейчас вернусь к этому, как можно, чтобы нанести на тело, каким образом, куда, в какие места можно написать эту формулу, чтобы мы могли, сейчас идет вирусное заболевание, будет осень наступает, весна наступает, чтобы точно так же мы могли где-то избежать этого вирусного заболевания. Почему? Потому что уже подтверждается и по снам, и по внешней реальности жизни, люди, которые должны были вот-вот заболеть, они не заболели. Да, первые признаки были, но они не заболели. Почему? Потому что эту формулу они носили именно на ногу. Почему на ногу? Ну, давайте я уже сразу расскажу, почему на ногу. Потому что ноги являются как бы, ну, как насосом для перекачки крови, лимфы и все остальное. Поэтому там больше идет вот на бедро, если нарисовать эту формулу, она лучше где-то будет работать. И для того, чтобы вам где-то немножко убедительно дать, посмотрите эмотомасари. Я сколько раз вам рассказываю, посмотрите, посмотрите, что такое эмотомасари. Он исследователь. Сейчас я выписала некоторые, сейчас я вам прочитаю, кто это такой. Давайте посмотрим. Его лучшая цитата. С физической точки зрения человек – это вода. Осознав это, я начал смотреть на мир совершенно по-иному. Это эмотомасари. Кто это такой? Давайте посмотрим. Сейчас я немножко просто посмотрю. Так. Эмотомасари. Японский исследователь, оригинальный мыслитель, экспериментатор, доктор альтернативной медицины. Специализировался на американо-китайских взаимоотношениях. Основал компанию. Ученый посвятил всю деятельность изучению воды. Что он пишет? Вода умеется описывать, распределять информацию. Она обладает важными знаниями, расшифровывать которые можно посредством наблюдения за ледяными кристаллами. Я думаю, все это вы прочитаете. Но я взяла с точки зрения того, что я вам рассказываю именно, что человек из воды состоит, он как стаканчик. Вот если кожа состоит из воды, понимаете? И поэтому он пишет. Можно ничего не произносить вслух, а просто записать на бумаге, обернуть ею прозрачную емкость с водой. Если нецезурно высказаться или написать гробость, вода обидится и покажет уродливые кристаллы. Самый сильный эффект оказывают на воду слова признательности и любовь. Они делают ее невосприимчив к разрушающим влиянию магнитного поля, открывая сердце навстречу сильным чувствам, и мы делаем воду в нашем теле еще чище и энергичнее. Это исследование. Если представим, что мы тоже как стаканчик, как мы писали, вот смотрите, когда человек рождается в виде плода, он состоит из воды на 99%. К моменту рождения в нашем теле примерно 90% воды. Взрослый человек на 70% состоит из воды. Организм людей, доживших до глубокой старости, имеет в своем составе около 50% воды. Поэтому почти всю свою жизнь мы существуем в виде воды. И вода держит информацию. Держит информацию на нас. И она влияет на нас. И психологически, и физически. И поэтому, когда мы наносим на тело физическую формулу какого-то лекарства, она начинает делать в том, что в нашем организме есть все, что есть во Вселенной. Все вещества есть во Вселенной. И поэтому, когда мы наносим физическую формулу какого-то лекарства, она может где-то формировать именно вот это лекарство внутри нас. И нам не надо его пить. А оно будет точно так же работать, как будто мы приняли это лекарство. В принципе, эта идея хорошая. Почему? Потому что мы еще не изучили вот это все. Но посредством того, что человек изучил воду, как она обладает гемопатическими свойствами, иногда она позволяет эмоциям растворяться в ней и оставляет только лечебную память, вибрации вот этих эмоций, почему бы нет и физически вот такие вещи. И это надо просто экспериментировать, смотреть. И несколько человек, которые вот именно вот это применили, сейчас это лекарство, показало, что да, они вот-вот должны были заболеть. Но первые признаки, которые вот были в горло, першение в горле, как бы накапливается уже насморк и все остальное, голова вот тяжелая становится. После того, как напишут формулу, через часа 3-4 симптомы исчезают. Попробуйте, поэкспериментируйте, посмотрите, почему бы нет. У кого-то, может быть, это не получится, а у кого-то это может получиться. Но в принципе, вот здесь вот и написано, что в теле человека есть около 180 химических элементов, которые, согласно буддизму, отражают 108 земных страстей. Поэтому вот здесь надо пробовать, пробовать, смотреть. Поэтому сейчас посмотрите после видео, подпишитесь на канал новый, там будет очень много интересного. И я сейчас химическую формулу и это лекарство напишу. Сейчас идет время вирусных заболеваний, уже идет, потому что осень наступает, весна будет, зима будет. Поэтому пробуем, смотрим. Лекарство это есть в аптеке, даже вы можете посмотреть, какое лекарство есть в аптеке. В принципе, даже я знаю, что уже идет информация об этом лекарстве, и оно разбирается. Оно разбирается в аптеках. Почему? Потому что оно недорогое, и оно антивирусное идет. Поэтому подписывайтесь, смотрите. Сейчас я химическую формулу вам напишу. И вы можете эту химическую формулу, если вы идете, например, куда-то в толпу людей, где-то идете, когда идет очень большой поток заболевших и все остальное, можно на бедре написать именно эту химическую формулу и поэкспериментировать, посмотреть, насколько эта методика работает. Это новое, интересное. Когда некоторые говорят, какая ерунда по этому этому, это никогда ничего у этого не было. Но когда-то что-то начинает работать, когда-то и сотовые телефоны были, будем говорить так, новинку, как это так, телефон сотовый, без шнура, без ничего, начинаем разговаривать. Да я помню, когда вот эти беспроводные наушники были, поэтому смотрю, идет человек, сам с собой разговаривает. Непонятно, что это такое. Думаешь, господи, сколько больных людей сейчас развелось. Он идет, сам с собой разговаривает. Рядом с ним никого нет. Сейчас привыкли? Привыкли. То же самое, как и с самолетами. Когда-то летали, все боялись и все остальное. Сейчас это привычное. Все. Что-то когда-то начинается, новое воспринимается. И вот это новое, оно входит в обыденность, и мы к этому спокойно относимся. Поэтому, может быть, это новое что-то будет работать очень хорошо. Надо просто посмотреть, насколько оно. Все. Подписывайтесь на мой новый канал. Сейчас я оформлю здесь видео и химическую формулу. И какое лекарство, распишу вам, чтобы вы знали, какое лекарство это. Это Ирина Ляпкина. 28 лет практикуют астропсихологию, раздел астрологии, который помогает раскрыть личность человека. Также уже 38 лет исследуют сны. Толкование снов, авторская модель, парапсихологию, эзотерику и биоэнергетику. Помогают людям находить ответы и решения в трудноожиданных ситуациях. В своих консультациях используют Королевский гороскоп. Это навигатор по вашей судьбе, который помогает понять, кто вы и куда вы идете. Обязательно загляните в Телеграм-канал. Очень много полезной информации, как по странам, так и по психологии и многое другое. И также подпишитесь в Ютуб и в ТикТок.